Всем привет, дорогие друзья! С вами Даня Махоган и Семенов. Сегодня мы находимся на месте проведения русскоязычной студии-аналитики на The Boston Major. Ну а пока новости. Сегодня мы поговорим о том, как распределились по группам команды на The Boston Major и какие герои получат предметы из последней осенней сокровищницы. Также вы узнаете о трансферных новостях CSGO и League of Legends, в третьем соревновательном сезоне Overwatch и о стикерах натосвинцеры ВКонтакте. В клиенте игры появились сетка и расписание The Boston Major. Первым соперником Virtus.pro на предстоящем турнире от Valve станет Team NP. Также единственному коллективу из СНГ предстоит побороться с MVP Phoenix и Newbie в группе B. Матчи групповой стадии стартуют 3 текабря в 18 часов по московскому времени. Формат каждого из них — best of three. Групповый этап турнира пройдет по системе GSL. Вся команда участницы выйдут в плей-офф, где будут посеяны в сетку Single Elimination с матчами до двух побед и финалом до трех. Основной этап мейджор-турнира пройдет с 3 по 10 декабря в Boston Bank Theater и будет организован компанией PGL. Призовой фон составит 3 миллиона долларов. The Boston Major — последний турнир 2016 года, который пройдет под эгидой Valve. Вышло обновление для Dota 2. Разработчики добавили последнюю, четвертую сокровищницу для владельцев боевого пропуска, которая содержит наборы предметов для таких героев, как Wraith King, Mipa, Inwalker, Nature's Profit, Luna, Likan и Alchemic. Также разработчики исправили некоторые страницы пользовательского интерфейса, обновили составы у команд, в которых произошли замены, и добавили смайлики, связанные с карточками новой команды стенд-ина LGD Gaming. Украинская организация Natus Vincera выпустила брендированный набор стикеров для социальной сети ВКонтакте. Набор состоит из 16 изображений. По словам медиа-менеджера Natus Vincera Олега Булавка, организация ставила целью разнообразить методы выражения эмоций фанатов. В ближайшее время в ВКонтакте появится брендированный набор стикеров еще одной киберспортивной организации из СНГ. Мэй Келеля собрал новую команду по Counter-Strike Global Offensive. Об этом киберспортсмен сообщил в Твиттере. Портал hltv.org обратился к игроку за комментарием. Мэй Келеля рассказал, что его новая команда состоит из известных игроков, которые разговаривают на одном языке. Ранее Мэй Келеля уже играл с ними. О том, что Мэй Келеля собрал шведский ростер, он сообщал еще в июле, но в августе киберспортсмен стал игроком замены NIP. Ему пришлось заменить Пайта, который не мог играть из-за травмы руки. Вместе с этим коллективом Билл выиграл StarLadder iLeague Star Series Season 2 и занял третье и четвертое место на лангфиналах ESL Pro League Season 4. Также коллектив занял седьмое-восьмое место на эпицентр Москвы и прошел в плей-офф и лиг Сезон 2. Трансферы продолжаются и в дисциплине League of Legends. Например, Искателеком Тиуан подписала нового лесника, Пинета, а Samsung Galaxy продлила контракт с шестью игроками. Узнать подробнее об изменениях в составах команд можно на сайте cybersport.ru. Командном шутере от Blizzard закончилось в межсезонье и стартовал третий сезон соревновательных матчей. В новом сезоне Blizzard не стала обнулять рейтинги, а решила использовать их как некую точку отсчета. Начальные рейтинги игроков будут несколько занижены, а некоторые даже начнут сезон не на том ранге, которого они достигли ранее. Разработчики уверяют, что по ходу сезона ситуация нормализируется. И изменения системы рангов провели для того, чтобы не повторить ситуацию второго сезона. Игроков с рангами золота и платина оказалось гораздо больше, чем рассчитывали разработчики. Геймеры, получившие слишком высокий ранг, проигрывали много матчей подряд более сильным противникам. В то же время игроков на более низких рангах было недостаточно. Новая система расчета рейтинга выровняет разницу рангов, и матчи станут более сбалансированными, чем в прошлом сезоне. Ну а на этом у меня все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok